В нашем проекте «Сознание вслух» у нас уже второй доклад Владимира Леопольевича Каганского «Чтение культуры по ландшафту. Диагноз пространственная невменяемость». Первый доклад назывался «Концепция культурного ландшафта для гуманитарного». И этот доклад как бы является... Первый был представлением концепции, а второе – практическое приложение этой концепции к пространству России. Правильно? Да. Каганский Владимир Леопольевич. Некоторые сведения. Основное исследование теоретической географии, теории районирования и классификации общей географической глимологии, лимос от границы культурного ландшафта и культуры России, «Концепция путешествий, участник преждецепенарных исследований, методолог-путешественник-публицист». Кроме того, что делать. Так, просим Владимира Леопольевича. Хорошо. А что ты? Я собираюсь сегодня говорить о следующем. Концептуальное введение, где будет, собственно, пока я расскажу о том, что я делаю, но где же методологического, это ноутство без введения многочисленных понятий, хотя и это возможно. Потом я рассмотрю и обосную два ключевых для меня участков материала, которые я хорошо знаю, это Байкал. И я обосную, почему именно Байкал, не только потому, что знаю, знаю кое-что другое. И Подмосковье. А потом, после таких уже профессиональных наблюдений, сделаю некоторые выводы, которые могут рассматриваться как такого рода культурологический диагноз. Значит, поскольку не исключено, что эту запись кто-то будет смотреть, то я сразу скажу, что текста, соответствующего этому докладу, как целого, нет. Но довольно много материалов на близкие темы опубликованы в ряде интернет-изданий. Самая большая коррекция – это на сайте Identity World. Нет, Identity World – Мирной Действенности. Там пока наиболее поздно полная коррекция. Много тоже на сайте русского журнала РУСРУ, и дальше уже идут отечественные записки. У них вещь архивском висит. Что-то в знании ищили, и что-то в интернет-издании частный корреспондент, сокращенно частный. Там можно примерно половину того, что я буду говорить. Там будет. Я исхожу из двух очевидных положений. Ни одного, ну, гипотетического. Ну, во-первых, из-за тезиса о единстве культуры, локальной, региональной культуры в рамках анодельной цивилизации. И второго тезиса, что в силу этого единства, просто чисто логически, разные части, компоненты, аспекты культуры взрыво связаны. Как раз, когда они начинают вести себя отдельно, то это означает кризис в терминологическом точном смысле России, Родина, теории фундаментальной, научной, теории кризисов культурных, геологических, какого угодно еще. Это просто на заметку, если об этом зайдет, если мы, Владимир Владимирович, вытащите кого-то, вроде Александра Сергеевича Раутиана. Дальше уже предположения, которые нельзя обосновать. Ну, можно понять на веру, можно аргументировать, но тоже корпусом отдельных, наносительных примеров. Что вот эти аспекты, или компоненты ландшафта, или культура в целом сопряжены с культурным ландшафтом, хотя бы и очень косвенно. Ну, понятно, традиционное общество очень сопряжено с ландшафтом, геологическое, очень подробно. Современное общество меньше, но тут надо отметить, что на то, что современное общество создает совершенно особые типы ландшафтов. Создает заново? Конечно, антопогенные ландшафты. Ну, вот, заговорят, что последний-последний компонент ландшафта, который стал создавать уже центры, это деньги. То есть, крупные финансовые центры, вроде Чингапура, Швейцарии, Лондона, под них возникает, строится соответствующий ландшафт, об этом тоже можно. Вот, про англию это досконально изучено. Вот. Следующее предположение, положение, что отражаясь в ландшафте эти культурные данности могут быть либо буквально прохитаны, либо реконструированы по тому ландшафту, которое поддается изучению и наблюдению. Ну, разумеется, современный ландшафт поддается наблюдению лучше, а исторический ландшафт поддается наблюдению иначе. Этим занимается, собственно, археология. Потому что что остается археологией, если нет текстов? Только фрагменты ландшафта. И по ландшафту можно сказать очень многое. География, кстати, аналогична во многом. Археология, она занимается не словами больше, а вещами. Вот. Смотрите следующую вещь. Это, как бы известно, хорошо проработано в школе Лотмана, что культура беспрерывно рефлектирует по себе. Ценности, смыслы, цареполагания, нормы, мода. Но описание этих нормативов и рефлексий, она себя манифестирует художественно-политически. Все взаимосвязано. Ну, пожалуйста, можно прочесть Петербург как определенный манифест культуры. Даже без текста. Археология. Вот. А в то же время культура очень плохо нормирует и очень плохо рефлектирует свое пространство. Если, скажем, эстетические, политические, философские аспекты своего бытия культура нормирует и тем самым искажает, то вот ландшафт остается тем, что является своеобразной изнанкой. Сейчас не модно выражение на самом деле, но позвольте сказать, что в ландшафте культура предстает такой, какой она на самом деле. Здесь есть литературный пример. Диккенс очень любил путешествовать по Америке. Ему хорошо встречали и очень хорошо платили за чтение своих произведений. Американцы всегда выручалось посещение любого города, начиная с посещения тюрьмы и общественной полиции. Тогда как американцы хотели ему показать свой процветающий уже бизнес, гиржу, которая в Америке прекрасно работала, газеты, муниципальные здания. Но вот он считал, что он так узнает больше. Вот, я поступаю примерно так же. Я путешествую. Я не буду вас, как сейчас говорит молодежь, грузить. Слышу на яссах Владимира Порелевского. Вы по-конкрете. Вы не грузите нас в теории. Но вот я не буду грузить вас в теории. А путешествие – это включенное наблюдение в ландшафт или в другие среды. Можно путешествовать не только в ландшафте. При котором осуществляется наблюдение довольно существенных вещей, при том, конечно, что этот путешествующий наблюдатель, активный наблюдатель, контакт и женщина. Хорошо подготовленный и, по более себе не демократическое высказывание, у него обладает достаточно большим размером личности. Тут ничего не поделаешь. Потому что все-таки путешественник – это не фиксирующий прибор. Не фиксирующий прибор. И второе. Если у него есть достаточно богатый аппарат, риторический, он же должен свои наблюдения облечь в понятие, в схемы, в образы. И, конечно, если есть определенный механизм. Аппарат интерпретации. Из этого следует, что путешествовать интересно, безусловно, очень трудно. И что, в отличие от экспедиционной работы, которая является массовой, путешествовать могут довольно немногие деньги. тут, соответственно, ничего не поделаешь. И здесь я хочу сразу выразить благодарность собственно тем людям, которым я начал путешествовать. Вначале туристским образом это так называемая туристская группа Ащитрова Радамана. Это люди очень почтенного возраста, они еще живы. И вот, собственно, в ощущении, что путешествие не сводится и к туризму, рождалось мое собственное представление о путешествии. Вот здесь, в определенной мере, виновница этой концепции путешествий явилась присутствующая здесь Галина Лютикова. Мы собирались с ней в 87-м году путешествовать и я обещал ей заранее рассказать, что же именно такое путешествие. И вот эта необходимость рассказать привела меня к первому эскизу концепции путешествия. А, я не буду рассказывать об этом путешествии. Галина может это сказать, потому что у нее был сильный культурный шок. Вот. Так, собственно, вот как устроена вот эта вот работа. я путешествую, строю концептуальные образы, они превращаются в определенные концептуальные схемы. Схемы интерпретируются и относятся к культуре. А если не относятся, то это просто получается чистая теоретическая география. Вот. Я буду иметь в виду весь известный мне материал России в своих выводах. за последние 25 лет я провел вне Москвы, это так считается, три года. Ну, 25 лет, как сказать, скоро у нас есть гиблия определенного события или там фиксации распада, распуска СССР, потому что распад это не единомоментный акт. и не только там ездил, разговаривал, но еще довольно много ходил пешком. По последним подсчетам, я прошел пешком за все это время 10 тысяч километров и разговаривал ну, примерно. Примерно с чистопить устами самыми разными. Вот бомжей до вице-губернатора в последние годы уже вице-губернатору пробиться совершенно невозможно. А вот в 90-е годы в 90-е годы будут пробиться даже слишком легко, потому что до, примерно, 95-го года вся бубинка считала, что по стране ездят какие-то демократические эмиссары, которые следят за внедрением демократии. И, соответственно, барана, очки, осмысленный взгляд меня принимали за такого эмиссара. И даже некоторые чиновники, ну, чуть поменьше, хотя нет, лице-губернатора Архангельской области, она, как бы, мне подготовила справку о внедрении демократии. Ну, вот, в эти путешествия они в основном все-таки проводились полевой сезон, то есть, там, с мая по октябрь, ну, были интересные и зимние путешествия просто зимой. На что смотрит географ на поверхность земли, она сейчас некомпортная. В частности, такой важный признак, как покрытость земли мусором. Не видно. Она не видна. Не видна, кстати, растительность, ну, там, кроме большевика, который не уходит. Так, ну, вот, я буду говорить в основном о Байкале и Подмосковье. При этом я буду говорить о наблюдаемой ситуации, что вижу, о чем пою. О том. Да, что вижу, о том пою. Во-вторых, о массовых процессах. Собственно, в ландшафте ядко наблюдаются не массовые процессы. Ну, наблюдаются, но, вот. И в центре моего внимания будут, так называемые, обычные люди. Я не могу это такими. Которые ведут себя как массы. Почему это? во-первых, это два ваших любимых моего ландшафта. Во-вторых, в определенном смысле в России и даже шире в Шеверной Евразии это два полюса. Урганистический полюс активный, деятельный Москва и подмосковный шлейф. Крупнейший город, что у нас там. К западу сопоставимый город с Москвой это только на Европе. В Европе нет. А к востоку только Пекин. Клюву западу только Каир. На этом просто сибирских больших гробов нет? Нет, конечно, они по миллионам. Московская эмирация 15 миллионов, поэтому это известно только с точностью до трех миллионов. Ну, много. Вот. Так что Байкал, а, соответственно, Байкал это, если можно с разъединительной степень произвести от слова уникальный, это самый уникальный ландшафт сейсеринной ревазии и от определенных мыслей и земной суши. Теперь я, соответственно, от этого прямо перехожу к Байкалу. Почему? Почему он такой ценный? Байкал сосредотачивает четверть жидкой воды. Пресной. Пресной. Жидкой, При этом он сосредотачивает 80% мирового запаса воды и пищевых кондиций. Почему-то в описание богатства России никогда не сказано, что главное ее богатство мировое. Грубо говоря, можно посадить в далекой перспективе человечества на байкальский воду. На полек. Выдавать хорошим. При этом эта вода представляет собой огромный в том числе экономический ресурс. я вот сделала подсчеты, а потом решил вывести не сделанные. Сделанное. Ну, правда, у меня этот подсчет занял полчаса, а экспедиция географического общества работала дольше. Данные сошлись. В общем, короче говоря, экономический потенциал Байкала больше, чем всех остальных природных ресурсов. Причем речь идет не об подчерпывании его до конца, а просто об использовании вытикальничьей из Байкала воды в НГРУ. При этом есть подпосылки, что 10% этой воды может использоваться. Вот, если представить себе, что Байкальскую воду разливают бутылки, представить себе, что Байкальская вода по своим качествам очень дорогая, это естественная питьевая вода, что ценится, то в год можно было при разумных хозяйствах например, на этой Байкальской воде зарабатывать от 200 до 500 миллиардов долларов. В каждом декабре воде. То есть сопостаёмость с нефтью? Больше. Дело в том, что в долгосрочной перспективе стоимость питьевой воды растет намного быстрее, чем нефть. Нефть имеет альтернативы к солнечной энергетике, много чего другого. А питьевая вода не имеет альтернативы, потому что во многих случаях ее нельзя заменить какой-либо очищенной воды из грязных водоемов или тем более дистиллированной воды. А льды растапления? А вот с этим тонкостью. Эта вода, конечно, чистая, сопоставимая с дистиллированной, но в ней нет той органики, которая наделяет воду лечебными свойствами и особым вкусом. Это же от органики. То есть это, можно это, конечно, сделать, завести специальные водоемы, там лет 200 эта вода будет. находиться. Далее. Самое большое поколение что воды озера в самом большом оси и суши Евразии. Ну, там про Байкал можно, можно, можно и так далее. Святое место для большинства народов Сибири. Прокерер зафиксировано. Прокерер зафиксирован Байкал. почитаемое и местом деградировавшим брянским населением. Ценейший ресурс и вот место еще фантастически красивое. Вот, перебирая красивые места, которых я бывал, я их выбираю не по принципу. Красотой, это так получается. Ну вот, есть какой-то список, как бы, 10 10 уникальных мест России, я бывал в Синих, что ли, в Синих. Ну вот, по целостному впечатлению, Байкал, озеро, остров, там, где замечательный берега, конечно, не уступают Камчатке. На Камчатке действующие вулканы, действующие гейзеры. Вот. Место замечательное, так называемый, креативный ресурс, который воодушевляет многих творческих людей, и это если прослеживать географию, то видно, как довольно многим творческим людям нужно бывать в таких местах. Не только на Байкале, но вот. Очень, очень красивый ландшафт, к сожалению, можно сказать, что не случайно одел черную рубашку, леса, по берегам Байкала в основном сейчас выгребили. Да. Они выгребили. Поскольку почвы там бедноватые, то вот эта растительность возобновится примерно ну там вот 100 до 300 лет. Сама? Сама. А дело в том, что техники искусственной посадки на горных лесов нет. То есть невозможно. Это лучше, вручную, да. Вот. Стоит, как бы нам нет рау, по Байкалу. Вот. И вот в таком месте, вода там до сих пор даже в туристических местах, если там правильно выбрать кусок, питьевых кондиций, то есть можно купаться и пить эту воду. И должен сказать, что она чрезвычайно, как, например, на мой организм, купание и пить живой, это байкальская вода, подействовала недействительно. Во всех, во всех как бы смысл. Вот. Что мы там сейчас наблюдаем? Я был на Байкале на кругу Байкальской железнодорожной магистрали. По юго-западному берегу Байкала идет бывший отрезок там, в Сибирской магистрали. Сейчас он заброшен. Дорога пошла по-другому. Я подробно обследовал остров Алькон. Тут есть же остров в центре, примерно, Байкала. И бывал еще на восточном берегу в разных местах. То есть на Семенном Байкале я совершенно не был. Что там происходит? При слове Байкала обычно все говорят ну вот там работает серьезно бумажный там кабинет, открывается, открывается. Я об этом говорить не буду, это все известно, понятно. Я не буду говорить о том, что Байкал естественно осваивается многочисленными базами отдыха. Про них можно сказать только одно, что у них нет канализации. Все стуки отправляются так вот. Ну хорошо, можно сказать, что это там товарно-частный бизнес, далее очень доходный. Там есть очень дорогие места для иностранцев. Ну как, тысячи долларов где они считают, что это очень дорого. Ну, за это называется все включено велосипеды и лошади. Но без канализации. А вот это место, которое я имею ввиду на айфоне, она единственная с канализацией. Она имеет международный сертификат. Без этого не 50 рублей. Вот. Туда конкурс чтобы работать 24 места. Потому что постепенно, со временем, девочки, работающие в обслуге, выходят за иностранцев замуж. Понимаете, Байкал место создано для проявления романтических чувств. Восходы, закаты, разнообразие, поразительное разнообразие лакшафтов. То есть, на пятачке Ольхона воплощены все типы лакшафтов, которые присутствуют на территории в тысячу раз больше, чем этот Острый Фальхон. И горы, и степи, и лесостепи, и разные виды тайги, все, все что угодно. И вот, на Острый Фальхон раньше было очень трудно добраться, потом построили паром, и ты садишься автомобиль, и за 4 часа из Иркутска доезжаешь до Острого Фальхон. Если нет пробок на пароме, чтобы не было пробок, построили второй паром. Поэтому поток идет беспрерывный. К Атамынскому шоссе в Чеснепинку вот такой поток идет на Байкалу. Ну, там паром стоит деньги. Это национальный парк, но он там вообще не заметен просто вот никак. И туда едет очень много, ну, туда едет некоторое количество настоящих походных туристов ножками или на наборных велосипедах. Ну, их мало, и сколько я там с ними общался, вот, можно даже опознать, кто там стоял под чистотями астреющей стояли походные. Туристы, от них нет никаких следов. Кострища закопана. Больше, больше ничего нет. Мусорная яма, ну, видно, была закопана. иное дело с большим потоком автомобилистов, покупают там стоящие буквально 50-100 рублей и ценящие на право находиться в национальном парке. 100? Ну, да, а я, как бедрец лошадный, плачу 50 рублей. Сейчас можно больше. Сейчас, конечно, больше. Вот. И дорог там по берегу очень мало, но туда идет поток достаточно дорогих машин, жилков повышенных. И фактически в разгар туристского сезона, но вот восточный берег тоже, и Ольхон, самое самое красивое место, огромное озеро, и там через 20 километров поразительной чистой прозрачной воды вышиваются опять горы, леса, и вот. И эти люди там останавливаются. И, соответственно, наслаждаются жизнью. Как там, сказал мне, контактов, они не свойственны. с одной компанией я разговаривал, и мужик сказал, слушай, как я люблю, парик. Ненормативную лексику убираю, там дети, к сожалению, бурярские, говорят только ненормативную лексику, и мне объяснили, что это неправильные слова. Вы же, такой, крепыш, здесь в расширенной национальной одежде, боже мой, что он говорит, маленький мальчик, четыре года. Хуже, чем цыганята. Так, и вот этот мужик, вот за что, говорю, люблю Байкал, здесь хорошо оттянутся. Вот, говорит, смотри, смотри, вот смотри, какое озеро, а я ведь туда срать хожу. Смотри, говорит, как хорошо, попил бутылочку, так приятно, как она камешки-то, извини, разбитая. и так далее. И когда идешь по берегу, я много там ходил, пешком, вот ты видишь следы загрязнения всех видов, причем, прежде всего, визуальное загрязнение. Это не специалия, где туристов штрафуют, если они устанавливают палаты недолжного цвета. При этом, если турист бесполковый, то он может зайти в туристское бюро и спросить, должного ли на цвета. Ему там скажут. А если он на себя надеется, сразу большой, тысячи швейцарских палатков это больше, чем тысячи долларов. Вот. Загрязнение всех видов. Всех. Уничтожение растительности, которую выжигают. А там, во многих местах, где выжигается растительность, пески. Там даже есть на высшем месте красивое место, дурный, напоминающий, кстати, курскую косу. Белые пески. Да, белые пески. Там есть пески и черные, в основном, скалистые. Далее, размейцы распугивают животных, хотя, если отойти от трасс, то там не только богатые растительности, богатый там животный мир. Всякие там бурунники буквально прыгают на голову, ломятся какие-то там копытные, которые еще остались. Вот. и так далее. Вот пожары. Откуда там берутся пожары? Это совершенно... Антропогенный факт. Антропогенный факт. Там бывают, конечно, бывают, конечно, грозы, но характерно, что до массового инфляционного туристического освоения не было там никаких вообще пожаров. Это не обязательно. Это культурная ситуация, как вот с известной проблемой пожаров Южного Сахалина. Южный Сахалин сейчас почти весь выгорает. Каждый год. Объяснение, что там много гроз, это правда, и много могут. Но климат за сто лет не изменился. Когда там он был японский, там вообще не было никаких пожаров. Просто была жесткая социальная структура, местное население отвечало за отсутствие пожаров на своей территории. Там были обходчики, гащили пожары и так далее. Не было культурного фактора. Это культурный фактор агнеприорный. Далее. В обычном праве, которое действовало еще на моей памяти в Советском Союзе, было несколько непререкаемых возношений ландшафта. Например, было право бичерника. Бичерник это полоса вдоль водоема. Эти молотия понятно, потому что бичевод тянули лошади или бурлаки. В основном лошади. Так вот, независимо от землевладений, право прохода оставалось свободным. На всех водоемах. И на Байкале был бичерник? Был бичерник как территория, по которой ходят. Лошади там никто не таскал. Был бичерник как территория свободного прохода. Ну вот она и бичерник сейчас захватывается. Он везде. И нет, везде, соответственно, захватывается. Мои оппоненты, правда, говорят, ну, ты вот, дескать, не был в Колорадо, там, сплостные, там, парнища, там вся, вся, соответственно, земля частная, ну, в Колорадо, правда, 30% территории, национальные парки совершенно свободно доступны, никто там, никакой бичерник не перегревает. Вот. Местное население под влиянием этого потока, оно предельно разрушено, и оно деградировало. Это, соответственно, видно, и местные специалисты это признаются. Дело в том, что у монгольских народов, особенно у шеверных, очень слабая устойчивость кокоголя. Они легко спивают, легко. Это, соответственно, то, что видно. При этом, тот же мужик, я продолжил его цитирование, он сказал, да, хорошо, я только что там, может, куда-то спнися, ой, какой там порядок. Ну, там же не плюнуть, ничего нельзя. Я, да, всегда так, в Европу, а потом на Байкал отдохнул, оттянулся. Судя по, скажем, 100 километров, которые я прошел по берегу, все, соответственно, тоже, то же самое. Разумеется, моют машины, там, вот. При этом, эта ситуация предельно саморасклевает самих клиентов. Они занимаются саморасклением и дают, соответственно, примеры, там очень многие с детьми. Из них что? Очень многие с детьми. То есть, дети получают определенный навык, опыт, взаимодействие. Суинство. Слан-шан. Слан-шан. Ну, это можно характеристику там продолжать, можно украсить ее подробностями. Очень характерно, что там действует на Байкале и Иркутске, Иркутск, очень богатый, ну, понятно, ресурсная область, богатый город, богатый, статистики не показывают, очень богатый. Местные экологи в основном заняты долбежкой по поводу целлюложно-бумажного кульмината. Характеристики, что массы населения что-то там делают не так, там у них нету. Эта тема как бы табуирована. Эта тема табуирована. А почему? Может, они станет? В выводах я буду об этом говорить. Хорошо, переходим теперь к Подмосковью. И в Подмосковье я хочу обратить внимание как бы на вот того самого Акатья Акатьевича, жалобный герой русской литературы. Посмотрим, как он получает какие-то возможности, как он дачил. Как он да, я буду говорить о дачах. Первое. Какого времени было? Советско-постсоветского. Когда дачи стали массами, когда это стало проблемой. Дачная культура произошла в Усадебной. На эту тему есть огромная литература. По русским революционным дачам вышло несколько десятков книг. Почему-то это модно. По постсоветским и позднесоветским дачам с комплексным анализом книг нет вообще. А статей может быть сотня. вот. То есть я не рассматриваю вот скажем писательские дачи или одновременно генеральские дачи, потому что это мало. Я не рассматриваю сложившуюся еще до революции и потом предводящуюся в советское время это знаменитый дачный массив в Сосновых лесах, как здесь похожий Кратово-Малахкока. Дело в том, что там была нормальная революционная дачная жизнь, которая сводила никто не занимался сельским хозяйством, люди общались, деседовали, мюзицировали, были летние библиотеки, театры приезжали, самодеятельный театр. Балахкок полностью воспроизводит дореволюционный образец дачного не уставленной, а дачной. Все это было даже раньше. По воспоминаниям Хони, уже в 70-х годах 19-го века Петербург пустел. Все выезжали на дачу. Либо личный дом, либо помню, помню личную высоту. Можно уточнить, то есть все-таки то, что мы знаем, это в основном именно действительно съемные дома. То есть снимались дома, которые уже существовали. нет, они специально скровые лещи. А вы имеете в виду уже начало массового дачного, относительно массового, по тем временам, массового дачного строительства специально для дач? Да. Это когда началось? То, что Петербург пустил, это одно, а строительство когда началось? В 87-е тоже в 80-е годы? В 80-е годы. Ну, в 80-е годы. Для чего рубили под дачу? Ну, да. Ну, да. Вот именно так это был такой промышлен. Но это все-таки в конце 80-х и больше в 90-е годы. Я не историк. Для меня важна последовательность событий, а не датировка. В любом случае это существовало. Вся Москва была, в большей части территории теперьшней Москвы была дачным местом, творческим. Вот на станции Кунцево существовал летний театр. Вот. И там, около этого летнего театра Мальевич написал «Черный квадрат». В двух туалетах она от нашего сдали дома и так далее. Здесь нужно отделить резко это от современных дач объемом один стан. В смысле занимаемой площади? Количеством. Количеством. То есть таких дач скажем в 50-е годы в Подмосковье статистики уже нет. Ну, допустим, было не больше 10 тысяч. Сейчас в Подмосковье тоже, как ни странно, статистики нет. Ну, допить верхний предел 5 миллионов, я думаю, это практически нет. Потому что дачи имеют не только Москва, но и имеют все подмосковные. Да, да? И вот я хочу вот на этом, на том, что называется, сосредоточиться на самоорганизации населения. Как население себя ведет, когда ему предоставляются какие-то ресурсы. Я думаю, что здесь не надо рассказывать о уникальности Подмосковья. Тем более, что это у меня хорошо описано в статье, по-моему, она называется «Ландшафтные парадоксы Подмосковья». Я ее сегодня не читал, она не устарела, она лежит здесь. Ну, буквально флотпунктиром. Хорошо. Самый крупный город Северной Евразии, наибольшая концентрация сгусток населения, который оказался в невероятно разнообразном живописном ландшафте, потому что, как все старые города, Московь стала на спике трех разных ландшафтов. Северо-западная, холмистая, холмистая, лечистая, малонаселенная Клинско-Смитровская гряда, а в более широком смысле Московско-Смолянская возвышенность Мещора, которая начиналась, эти районы точно сходятся в Кемле. Мещора, чередование замолоченных мест с сосняками на высоких местах, большие, многоуличные шелло. Это еще на моей памяти все это сохранилось. И юг распаханный, Теплостанская возвышенность сначала, университет на ней стоит, а Лузники еще нет. И далее, 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 такие вот три классические района. Очень богатые, и что, о чем почему-то публика не подозревает, Подмосковье всегда было самым лечистым регионом из всего центра. Там наибольший процент лесов до перевода лесов в другие категории, и там было 47 процентов. Если мы отбросим совершенно распаханное заводчие, то значит, примерно 55 процентов территории Подмосковья было покрыто лесами. Причина здесь просты царские охоты. Это тогдашняя форма заповедания. Если бы имя охотился, там царь примерно с такой же чистотой, как бы сейчас обходится и заповедник. Он же охотится, ему есть надо мясо. Вот, царские охоты. А потом, в советское время, леса были главным маскировочным средством для советской армии. Маскировочным средством. Потому что учебники говорили, что обнаружить что-либо под полотом сплошного леса с воздуха невозможно. При этом были очень интересные сочетания. Через некоторые военные территории проходили плановые маршруты Московского Турклуба. Вот знаменитый танкодром и сейчас действующий между Киевской и Белорусской дорогой. Обычно мы там ходили на лыжах. Это обычное время. Ты идешь по лыжне. Это Тучковый? От Чистовской начинался маршрут. От Чистовской по другому ближе к Москве. Ты идешь и перед такая лыжня магистральная две-три лыжни параллельно потоки, потоки и попадаешь внутрь танковой восьмерки много километровой и танки тоже мчатся, туристы. Ну, никто не погибал. Вот такая была странная контаминация. Вот. Так вот, самое лечистое стык ландшафтов больших. Красивые реки, пригодные для всех видов использования. То есть, то, что давало возможность организовать оптимальное взаимодействие между большим выгустком населения и большими окружающими разнообразными красивыми природными ландшафтами. Вот. То есть, как бы Бог дал 15-миллионным москвичам красивый один из самых живописных центральных разнообразных шахтов. Это уже не моя оценка, это оценка специалистов поколений, которые действительно отмечали в том числе культурное значение, в том числе эти культурные гнезда, которые обращали большое внимание в городе Абрамсова, городки художников. Понятно, что они же там городки художников уже не в районе зилы должны были оборудоваться от тогдашних мастерских. Вот. Редкий, уникальный, очень красивый, очень закономерный ландшафт и разная планировка деревень. Все совершенно отличалось. Школьников сейчас этому не учат, а показать негде, я скажу, почему. Вот. И в этом ландшафте люди начали, а вот обычные, обычные люди, начали получать свои дачные участки. Идея этих дач не рекреационная. Просто в Германии в Первую мировую войну случился дефицит продовольствия. И было подсчитано, что семье из четырех человек для самообеспечения картофелем и овощами нужно 6 суток. Но жить они там не должны. Только с райди инструментов. Ну, вот это прямо перенесли. Ах, это 6 суток. Да, 6 суток. Это подсчитано, да. Ну, правда. Я не проверял насчет самообеспечения. Не проверял. Там имелись в виду, куда можно дойти пешком, вот это семья из четырех человек или там на тачке с какой-нибудь или как. На поезде все. В общем, своим ходом доброц. Да, да. Нет дополнительной сети автомобильных дорог. В 16-м году развернулось. Не зависело от США автомобильных дорог. Ну, и там немецкая литература есть там разные писатели. Если читать пристали, смотришь, ну, как же, вы там живете, ведь вам не разрешают пешку ставить. Ну, точно так же, как потом в советском все есть. Для возделывания, для выращивания там картофеля вообще никаких цветов там изначально не было. Изначально не было. Но вот это все было и на моих глазах. Люди действительно выращивали колыши. Кстати говоря, на большинстве подобных дач вне Подмосковья и окрестностей богатых городов люди по-прежнему пашут и очень часто там не строят домов, потому что это может быть в трехстах метрах от жилья. Дело в том, что ведь у нас дачи есть вокруг всех поселков городского типа нет. Не только. Вокруг всех городов есть дачи в дачном поле вокруг всех поселков городского типа и вокруг всех сельских поселений, где есть многоэтажные дома. Огородов уже там нет. Самое обычное и в московской области тоже. Трехэтажные дома, в которых живут работники совхозно-толхозные. Вот в трехстах метрах у них еще есть дачный участок и там иногда сейчас есть второй дом для молодежи или наоборот для стригу. Стандартное представление, что люди заслужили право подкормиться овощами, отдохнуть на своей территории и вот они там отдыхают, восстанавливают здоровье, тихо, отдых, То есть все-таки рекреация есть? Вы сказали, что без всякой рекреации? Первоначально, конечно, первоначально никакой рекреации не было, тем более, что нет этого. Насколько я помню, особенно развернулось. А давайте, если можно, потом вопросы если вы досидите до конца. Первоначально это было так. Сейчас сельское хозяйство ушло из Подмосковья, из Подмосковных дач, а в других городах все осталось. Хотя вот, когда наступил кризис, еще не этот, а предыдущий, 2008 года, то у меня есть наблюдатель, солист, который следит за этим процессом не в поле, а по космическим снимкам Александр Евгеньевич Ашипров. Он сказал, что произошло резкое возвращение, опять раскопали, распахали и стали выращивать картошку. Потом опять забросили. Сейчас опять. Все заново. Космические снимки показывают, что вот в этом году в несколько раз увеличилось сельскохозяйственное использование сейчас. Опять. И вот так все тихо, благостно люди отдыхают, наслаждаются жизнью, лес, отдых, речка. Своё. Своё. Вот, соответственно, такой мистоборс и существует. Существует огромная литература на эту тему, идеология, журналы, пресса. Вот. Все, соответственно, как бы так. Вот таково представление. Причем, это очень массовый процесс. Это очень массовый процесс. 80% городских жителей России имеют дачные участки. некоторые имеют уже два разного сочетания. Это все мелочи. Вот. Чем это оказывается, если смотреть связку не семья в свой дачный участок, а если смотреть вот с птичьего полета, панорама? во-первых, элементы, которые поддерживают жизнь ландшафта, в него обычно вписываются. Если вы посмотрите внимательно на хорошую карту, я обращаюсь не только к вам, но и тем, кто может посмотреть эту запись, то видно, что все элементы ландшафта друг к другу хорошо пригнаны. например, обычное размещение, закономерное размещение поселений сельских, русских тоже, согласно рельефу и речной обращающей сельских. Скажем, в той же, в том же северо-западном Подмосковье, который еще на моей памяти называли колоссом и легкими Москвы, воздух запада, все было чисто, поселения строятся на сухих склонах и холмах. Дефицита воды нет. В Южном Подмосковье все поселения давно ходят в эту туристскую группу. Все поселения прячутся по балкам и ручьям. Как говорят, деревни. Два порядка домов по обе стороны ручья и в чередине обязательно будут. Ну, а по Мещерске деревни, я говорил, там мало сухих мест, деревни, большие, надо уличные, а эти деревни море. То есть, есть определенная закономерность, определенный ритм, определенная частота расположения этих самых больших и малых поселений. Все это домоверно на эту тему есть много разных соответственно работ. Массовые дачи разместились в большинстве случаев, подавляющих большинстве, ну, можно сказать, как попало. Они никак не вписаны в сложившуюся, по крайней мере, за последние тысячелетия, как минимум, в структуру освоенного подмосковного ландшафта. Они никак не вписываются. Поэтому, я говорю о Подмосковье, потому что, скажем, когда выдавали, началась эта эпопея, то почему-то власти Ленинградской области оказались более разумными. Они стали размещать не отдельные, не большие массивы дачи, а огромные, и просто отдали им целые куски к юго-западу от Ленинграда наименее ценные в ландшафтном отношении. Если дачникам нужно сельсоток и западок, то получаете. Там поэтому есть массив знаменитый дачник. Там 300 тысяч дач в одном массиве. Зато вся остальная территория до недавнего времени оставалась свободной. А Московской области произошло фрагментирование. То есть в зависимости от контактов, связей, силой, организации дачные поселки и истории в основном по организациям, дачных комперативов и так далее я юридическую сторону здесь не рассматриваю. То есть если видеть может быть мы к видео если можно приложим все ее карты то можно технически сделать. Вот Александр Ильич Асекров построил карту дачно-коттежных поселков за 100 лет. Среза через каждые 10 лет не видно как вот этот процесс идет по стимуле совершенно хаотично. Дело в том что ландшафт в определенном отношении напоминает драгоценный камень. Когда пилет пополам алмаз то ценность обломков меньше. Но не потому что много ушло в крошку. Ценность земельного участка так же как ценность драгоценного камня это его величина. Вот мы разделили на два участка цепочки скажем дач и ценность упала уже в 4 раза. Вот делили еще раз 16 раз. Потому что человеческая деятельность и природа биота биоцинозы не могут существовать участками во-первых маленькими во-вторых не связанными. Не нужно например истреблять каких-то животных вообще можно их не трогать можно их подкармливать. Достаточно расчечь их место обитания не только с этими дачами но и дорогами. Единый элемент ландшафта к которому привязывались дачи это железные и потом автомобильные дороги и эти животные исчезают. Например в 70-е года была проблема безумно расплодились лощи. Ну понятно волков нет? Ну просто девать не было. Просто называется туристический маршрут состоялись проталкивая буквально между лощадьми. Я чуть-чуть воткировал как тарталет. Ну это было обычно что за один маршрут можно было видеть много лощи. Где сейчас эти соответственно лощи? Вот. Это не вопрос а просто уточнение. когда вы говорите ценность этой земли уменьшается какая ценность? Хорошо. У СССР ценность очень многозначная. Экологическая культурная и финансовая. Потому что для каждого объекта нужна территория определенной формы определенных размеров. дачи сейчас в Подмосковье занимают несколько процентов территории а со своей зоной влияния они занимают примерно треть Подмосковья я считал какую территорию контролировать участок поскольку она получилась ну как бы наука подтвердила люди там 10 лет это считали тоже получилось в 7 раз они получились вот например если мы хотим создать новый какой-нибудь маршив охраняемой природы а Подмосковье с этим чудовищным не повезло Подмосковье есть один крошечный национальный парк пополам с Москвой на 7 остров и один крошечный заповедник примерно такой же площадью как вот этот дачи перелки 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 терраски были еще другие заповедники они потом были ликвидированы в разные периоды и стали и они не возобновились вот сейчас территория настолько фрагментирована нерги создать если не предполагать такой экстремистский вариант юридический очень сложный что нужно ликвидировать скажем для этого несколько сот дачных не дач конкретных а несколько сот поселков то же самое касается скажем проектов крупного института с кампусом или даже нерги построить новый аэропорт то есть есть такие проекты после земли нету военные свои не отдаю цель кстати подмосковье военные спецтерритории занимают 8 процентов это много это уже после всех изменений последних лет да сколько тогда они до того занимали а как бы не было то есть это вычислялось таким методом брать статистика использования земель и то что не доставало до 100 военные сейчас территории они пересекаются что там происходит мне неизвестно я об этом говорить не буду вот вопрос нет понятно вот то есть это означало что такого рода размещение дальше которое было я замечу добровольным и люди прикладывали большие усилия и ресурсы того получить свои дачи и очень как привело к чудовищной фрагментаризации ландшафта для них выделяли дачные участки что они делают я вот о них не говорю государственные пространства у меня нестодельная работа второе получение этих участков и в использовании их территорий дачники вели себя так как вели себя известные нам по вестернам белые колонисты вот в контакте с индейцами белые колонисты не обращали внимания что здесь есть какие-то другие люди они просто получали ему выделяло государство земли в том числе населенные индейцы они просто эту территорию присваивают дело в том что такой ландшафт означал до определенного момента соответствование в нем очень многих разных групп во-первых было сельское население хотя бы оно могло частично не работать в сельском хозяйстве и согласно обычному праву который как ни странно советское рентгейство это население имело возможность пользоваться скажем лесными луговыми и прочими массивами для своей хозяйственной деятельности для поддержания жизни в этом же ландшафте пребывали многочисленные отдыхающие их экскурсанты со всего Советского Союза было десятки каждой республики было несколько концептально было несколько своих отдыхающих в Москве огромное количество экскурсантов огромное количество людей которые просто выезжали на отдых из тех кто не владели дачами очень много было людей кстати вот такие островки этого ландшафта это вот известный мне хорошо я там часто бываю уже последние 50 лет это массив так называемый раздорский лес близко от Москвы комфортный и достаточно приятный ландшафт разжимается как шагренивая кожа вот здесь образ шагренивая кожа вот охранные ландшафты подмосковья разжимаются как шагренивая кожа и было значительное количество туристов в самом широком смысле что значит значительный разные подсчеты показывают что в 70-е годы летними или вернее скорее вешение не осенние минуты выходными в Подмосковье выезжал миллион недачников я не буду рассматривать кто такие туристы выезжали люди для пригородной рекреации которая при большом и плохо организованном городе была абсолютно неизбежной для жизни просто просто для жизни опять та же проблема уязвимых групп населения детей и их бабушек и дедушек это же не только дача эти возможности дачный бум полностью дачный бум так называется мое сочинение там я кстати подсчитал что самая минимальная оценка стоимости современных дач капитал дачи простых дачников не капитал это триллион долларов грубо говоря дачники владеют большим имуществом чем все все вместе вместе чем все капиталисты в России поскольку они эти земли многие продолжали получать уже после начала приватизации то получается что самое большое богатство в России получили не олигархи а дачники простые тихие вот такие а какие макарь девушки нет дачники это не макарь девушки робкие зачем то есть дачники просто осваивали свои участки разрубили ландшафт привели к экологическому кризису лишили значительной группы людей буквально животворного отдыха подвергли дискриминации местных жителей но подвесная проблема дачники проблема сейчас когда-то 10 лет назад было еще более острый дачники бурят скважины из чего на скажем в зависимости от местоположения в радиусе 8 километров могут истях антолкции при этом о том что эти угодья были когда-то рекреационные были туристские маршруты и прочее здесь есть какое-то местное население а вот я не логически наблюдать я не могу делать анализировать их возможную инспекцию я просто копирую вели себя так как будто никаких друг постоянного населения и временного населения они же тоже временного населения на этой территории нет на этой территории нет в сочетании с тем что эти дачные участки раздавались как попало и фрагментировали а дальше я буду соответственно просто перечислять потому что я так понимаю что я что-то увлекся на самом деле эти дачи раздавались по постановлению правительства об этом мы уже поговорим это было централизованно у вас получается что дачники была такая очень активная агрессивная у нас будет еще часть обсуждения закончится доклад и мы будем обсуждать я здесь обратил только внимание еще раз это подчеркнул дачники получали свои участки добровольно в этом обсуждении так раз это интересно место было пустое и подвластное что существенно есть такой избегая вперед известный критерий не то что состояние общества а наличие единого общества это для разных групп мы видим что подмосковье есть очень разные группы есть кстати на счет некоторые группы хорошо уживаются например туристы и рыбаки они используют одни и так далее они друг другу не мешают так вот общество существует или пребывает в нормальном состоянии если вот эти вот разные группы считаются с особо ценными объектами друг друга соответственно у каждой разная группа есть особо ценные объекты у местного населения у обитателей санатория у там рекреантов маленьких медведей у школьных экскурсантов есть особо ценные группы и если местное как бы население нормально более или менее нормальное чельское население мелкого городского взаимодействовало со всеми остальными группами пока их не трогали ну точно так же и туристы которые вообще обычно избегали населенных мест пользовались водой и так далее это было совершенно бесконфликтное существование то отношение дачников дачников по всем остальным группам можно характеризовать как неприятное решение ну что это такое десятки дачных поселков разместились на старых ладышах как это понимать кстати говоря уже про это характерно что для населения которое использует ландшафт полноценный и живет в нем характерно что оно создает на этой территории свои сакральные объекты неизвестно о том что дачники создали хоть одну кладбищную то есть они получается здесь не живут а только пользуются это очень важный индикатор на самом деле я обещал вам выходы скульптурологии пожалуйста и второе если сейчас коттеджники начали строить за своими заборами храмы начали строить но они недоступны в частности это как касается в частности то в этих там трех тысячах примерно дачных поселков или пяти тысячах дачники за все время и когда это было можно и поддерживалось и одобрялось вообще не построили ни одного рамка ни какого там тысячи вот далее ландшафт является еще очень важной образовательной воспитательной средой ну понятно это то где чаще человек любого возраста ребенок возраст может подшипнуть реальное представление о том что он читает в своих учебниках а что он читает в своих учебниках ну например есть лес клуб опуска родник лесная дорога поле пейзаж деревня и так далее и так далее все пропитано и кстати говоря именно для этого было огромное количество школьных экскурсов там разных кушков биологических геологических географий вот все это все это было но если не рассматривать каких-то отдельных казусов то сейчас вот этому этому ребенку негде все это показать это все естественно это все прошлое такого полноценного ландшафта по которому можно было бы ребенка взрослого иностранца вести целый день таких маршрутов подмосковья осталось ну три-четыре а сколько их было трудно сказать было очень большое количество во всяком случае у турклуба не обязательно было идти с этой группой у турклуба просто был там написан маршрут оттуда-то оттуда-то таких маршрутов было до тысячи вот ну конечно здесь в еще большей степени нарушено право вечерника застройка вышла к рекам водоем я имею ввиду дальше даже не коттеджи это просто такое как бы безобразие к которому подходит вот известное место изброска который говорил лучше любит на этот город если сеть попальтеров если сеть дома делаешь вот ну хорошо я же занимаюсь еще и тем что называется критика ландшафта ну критика развивались в хантовском негритском смысле вот смотрите да смотрите дальше бичерники захвачены следующий я не знаю насколько это характерно для других культурных регионов но для России было характерно что в том числе и для Южной России сейчас понятно будет почему характерно право свободного прохода через селение на юге же были огромные станицы еще до революции по 30 тысяч джут или много километров и из них можно было пройти проехать и так далее вот эти огромные много километровые мишерские деревни до 5 километров диаметра там было не просто право возможность свободного прохода и проезда это было молчаливое право которое по-моему никто никогда не декларировал никому и никогда не приходило в голову его дорожки дачники я не знаю насколько это сознательно ведь когда им выдавали выдавались эти самые участки такие вопросы никогда не оговаривали будет ли там право прохода или проезда или нет имеют они право ставить забор вокруг участка или нет насколько я знаю насчет права на отгораживание себя в обычном забором там ничего не стало ну так вот и дачники свои свои участки любят лепить или те кто выделял землю один к одному поэтому получилась такая ситуация в местах сплошная полоса этих дач тянется на 10 километров обойти ее нельзя пройти через нее нельзя вот ну можно перелезть через забор обойти в ходы быть искусственным собакой это большая проблема это такая полоса пригасы вот то есть это тоже разрушение обычного права следующее я не буду мальчишку уже уклиняться смотрите какая вещь есть такое признанное международное в том числе и признанное признав сюда признававшись Советским Союзом сейчас расшири определение здоровья всемирной организации здравоохранения ООН я подценирую кусочек там сказано что здоровье является в частности отсутствием телесного и отсутствием дискомфорта в телесной и душевной сфере и возможность вести тот полноценный образ жизни который поддерживает состояние здоровья до дачного бума люди вели в Подмосковье нормальный образ жизни теперь они такой образ жизни нести не могут поэтому в определенном смысле я бы сказал что дачный бум помимо прочего если вы заметили я очень хорошо и трепетно отношусь к другим дачам к дачам меньшинств вроде этой или еще сохранившихся каких-то старых участков с таким загородным локусом культуры можно говорить соответственно а в России четко разбираются сезоны года поэтому можно говорить о зимней и летней русской культуре то что вся русская литература и состоит из того что летом люди живут в одном месте а зимой в другом хотя к сожалению это любимое место моего старшего товарища Радаманова он говорит что русский ландшафт двояне не знали потому что они не ходили на лыжах это кстати тоже важно кстати говоря сейчас читать русскую литературу ну скажем чеховскую степь или еще что-то уже бессмысленно в этом по ансамбленному отношению ничего такого нет то есть можно сказать что это все какие-то такие квази-прилевинские фантазии только другого времени нет и не было а чехов просто придумал ну как это степь по ней можно ехать там где-то сойдем вот не видеть ничего кроме степи еще и там пошли ли я в степи в стиль калашафтном отношении изумительное произведение там все абсолютно точно ну вот ну давайте здесь сделаем перерыв а выводы потом да но мне надо еще договорить кусочек по подмосковью и сделать общие выводы потому что я честно говоря просто давайте физиологическое физиологическое необходимость сказать я возвращаюсь к важной жизненно важной теме канализации кстати вот наша культура русская табулирована вот наши дети пришли тема канализации ну хорошо возьмите великую русскую литературу но кто из великих русских писателей ну а зачем а в какой а в какой литературе французской ну да и будем читать французскую мы для этих целей будем читать французскую конечно все перерыв 10 минут да 10 минут не больше зеленый устроит вот продолжаем ну вот смотрите еще какая интересная вещь вот вы как раз натолкнули меня на этом мысли прямо сейчас что все культурные новые и субкультурные манефистируют себя песеном творче песеном конечно солдаты купцы кто угодно кто угодно туристы физики и все что происходило я хорошо себе представляю но смотрите дачники тоже поют песни это я слышу это не так важно но жанра дачной песни не сомневался это конечно казалось бы это такая милость такой пустяк но дело в том что культура имеет очень интересную неожиданную симптоматику и в норме культурное сообщество субкультурное имеет в том числе много-много обряда ритуалы одежду в том числе имеет какой-то подозрительный человек не отвлекайтесь Владимир Владимирович это посетители музея не состоявшихся индуаргов так ну вот теперь если говорить про дачника то постепенно мы перейдем к постепенно я перейду к общим и достаточно радикальным выводом радикальным не в политическом смысле в политическом смысле а в глубоком и в идеологическом я опять приверну в таком не постмодернистском приеме под названием вещей свои имена ну вот смотрите самая одна из самых больших новых групп здесь я не хочу различать носителей социальный ролик дачник потому что эта роль временная но важная и считать дачники образовали какую-либо социальную группу это вопрос не ко мне дачники не образовали сообщества у них сообщества в отделах оперативов поселков но сообщества дачников нет если бы оно было оно каким-то образом наблюдателями писателями я так кстати спрашивал моего коллегу следующее литературе поэт путешественник Игорь специально задавал ему вот этот вопрос он читает там пять книг каждый день литературу вот он сказал что я его огорошил вопросом потому что он сказал ему никогда ничего не попадалось на эзотическую тему смотрите с одной стороны дачники ведут себя как хозяева еще больше степени ведут себя коттеджники коттеджников я здесь не обсуждаю свое мнение к ним я выразил вот с другой стороны они ведут себя как пришельцы те самые симптомы о которых я говорил у них нет своих кладбищ и нет своих храм далее ценности дачного образа жизни которые декларировались и декларируются до сих пор в том числе и многочисленных комментариев в комментариях на моей работы я давно этим занимаюсь они таковы свое место свой участок в семье возможно и делать что ты хочешь и главный отдых на лоне дело в том а что же произошло дело в том что вот эту самую чистую природу чистую природу к которой допустим стремились дачники хотя они вначале стремились к картошке но это не так же просто но все равно они ее просто фактически разрушили они ее фактически разрушили стремясь к здоровому образу жизни дачники охотно осваивают предоставляемые им места в которых не то что жить а временно находиться опасно ну типовая ситуация дачи под мощным линиям летной передачи которые в частности гарантируют что если там пребывали длительное время беременные женщины то вероятность родителей родов 50% на скотомогильниках отравлено на свалках радиоактивных отходов причем если когда-то это не было известно то вот постсоветский дачный бум шел в условиях изобилие информации на эту тему ну если брать другие города то вот такой яркий пример из Тольятти там не только автозавод там есть очень грязное производство Тольяттийский азот подобрения и там тяжелый дим который садится прямо вот рядом но он очень способствует выражаю всех культур азотные попадают дровы азотные да да и конечно это невероятные дачники вот обожают эти места более того они не только там сделают они еще продают ну и таких примеров можно проводить еще много и характерно что сейчас наметился запрос на вторые дачи потому что места первых дач ну часть превратилась во временное жилье часть снижена вот этой многоэтажной застройкой тут могу не вспомнить что место где мы с Галей единственно раз видели Куницыл в районе станции станции турист которую вы наверняка знаете она застроена сейчас 16 этажными домами это еще еще к тому что как как хорошо для восстановления душевного равновесия взрослому и для обучения ребенка показать ему зверей не на экране монитора не в зоопарке а в дикой природе 16 этажные домой не дача это кстати об этом говорить ну вот так ну вот как бы феноменологию с некоторыми оценками я уже да если у меня есть оценочная позиция то она есть известная фраза которая выдумана левыми журналистами а потом приписана значит американским олигархом что хорошо для дженера мотор что хорошо для что хорошо для культурного ландшафта то хорошо я выступаю здесь в силу своих мировоззрений как обладает культурного ландшафта мне хочется чтобы был жив и полноценен хотя бы потому что это условие полноценной жизни людей я не сомневаюсь что есть какие-то группы которые не нуждаются в культурном ландшафте сознательно от него отказываются мы скажем сознательная мечта тип такой есть продуктивный для некоторых наточных наук рационал интроверт ему нужно что бункер и полная изоляция звуков пейсажа от всего в то же время если смотреть на историю творческой деятельности ну я ее знаю только последние два века то это же это же просто как бы повесть о том как творческие люди непрерывно стремились в хорошую жизнь просто вот непрерывно они ощущали в этом большую потребность и здесь конечно нелегко сказать ну вот там в стране 30 миллионов дачников а ты говоришь про каких-то там 30 тысяч творческих людей за счет чего вот осуществляется полноценное существование и развитие культуры оно осуществляется за счет деятельности вот этих вот 30 тысяч это не с потолка это оценка культурной элиты России определенной многими разными лицами и то оценка может быть и завышена так вот вот эти вот простые люди которые воспользовались предоставляемыми им ресурсами предоставляемыми ресурсами просто вот получили их как благо можно маленько уточнить это сейчас уже сказано и по Байкалу и по что объединяет и по всей России тип поведения как-то тип поведения в ландшафте массового человека не государственных структур я же не говорю о моделях поведения тех кто уделял дачный участок это особая соответственно тема другая по аппарату здесь не нужны путешествия нужно что-то другое может быть когда-нибудь если у вас семинары подляться я тяжелую сколько-то 10 лет вот смотрите так вот эти группы люди получили вот в начале участки исходя из хозяйственной необходимости страна не могла себя прокормить кстати кстати говоря когда изменились условия то Россия из крупнейшего импортера современная постсоветская Россия превратилась его опять крупнейшего экспортера всего за 10 лет в 95-м который еще не вышел уже на базу экспорт сейчас это просто делать некуда вот ну смотрите потом эти люди перешли к доминанте рефляционному использованию опять-таки в Подмосковье в обрезанности в других крупно-богатых городах скажем дачи на территории Арзаман-16 Арзаман-16 это не только поселение сколько огромные территории запалючи проволок очень красивый ландшафт там все имели дачи но никто из них никогда там не сажал картошку не было в этом необходимости они с самого начала а кстати таких закрытых городов у нас там было 50 там не было никогда изначально хозяйственного использования только соответственно так вот на этапе рекреационного использования то есть не диктуемая железной альтернативой сдохнуть или выращивать картошку сейчас такой альтернативы нет и вот соответственно вот этот массовый человек массовый не в терминологическом смысле мы далеко уйдем демонтирует демонстрирует во-первых деструктивное поведение по отношению к ландшафту здесь уместен термин Гумилева Ваня Николаевич обничающей ландшафт если кстати почитать Гумилева то что я о чем рассказываю это как бы для него означало просто коллективное самоубийство такие случаи в истории бывали когда население уничтожало свой обмечающий ландшафт во первых поведение совершенно деструктивное в ходе которого уничтожаются богатства и ценности больше чем приобретаются поэтому если говорить о каком-то комплексном экономическом эффекте о поддержании состояния здоровья просчитывается экономически получается что это ущерб больше чем второе это автодеструктивное поведение уничтожение этого самого замечающего ландшафта и подмосква не обойдется без подмосковья просто полношафта а Россия без Байкала я все пытаюсь понять что общего между Россией я хотел сказать это в следующей фазе Россия не обойдется без Байкала понимая это как озеро как черцевину огромного региона целой природной страны это высшая единица отечественного физико-географического мира называется при Байкале город Южной Сибири от которого все зависит Россия не обойдется от Байкала и других соответственно там Новая газета писала что там вообще верховой пожар и тайга вся сгорела мы об этом говорили в начале да там сгорело повторяться не будем уже об этом говорили все тоже самое стоя на Байкале я наблюдал в прошлом году на Угорном Алтале вы были на Телецком озере на Телецком озере я был очень давно в советское время тогда еще все только начиналось там было вполне приемлемо следующее если какая-то группа людей не случайно не толпа на улице а группа по-своему укорененная в определенном волшебте со своими обычаями и так далее занимаются уничтожением условия обитания других групп то есть косвенным подрывом их здоровья и так далее это называется геноцид социальный геноцид это первое вот эти вот группы дачников я не говорю что они занимаются этим сознательно я описываю описываю явление ну как у температурных человека температура 30 мусор что будем делать от чего она возникла вопрос другой или там 40 с половиной надо ее запустить следующее тоже без подробностей сейчас в России очень активно разрабатывается тема жизни жизни не только человека общества но и жизни в частных странах и понятно что из общих соображений понятно что человек не может жить в мертвой среде ну кроме каких-то особых некрофилов такие тоже люди есть вот получается что вот этот вот дачный бум явился превращением такого большого региона в подмосковье в труп в терминологически точном смысле мы наблюдаем трупы ландшафта в котором остались отдельные небольшие очаги жизни вот но уже такого большого ландшафтного района просто 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 нет это конечно ну конечно нельзя сказать что это самый большой труп ландшафта на территории России потому что западная Сибирь с ее миллионом квадратных километров она превращена в труп для того чтобы добывать какое-то количество нефти и газа и там дачников нету там дачников нету конечно там 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 просто уничтожено было два больших мировых поголовья в России осетровых рыб вот Волжское поголовье ушло на электростанции а обская хотя там не те осетровые другие но тоже очень ценные она условно добычи нефти и газы хотя энергию можно получать разными способами а заменить вот этот высокоценный белок нельзя ничем потому что выращиваемые искусственно лососевые не дают такого качества следующее если какая-то массовая группа не считается не то что с ценностями но вообще существованием других групп и группа не обладает никакой выраженной по этому поводу рефлексии то это означает что они существуют в ситуации когда общество нет что такое общество это консенсус общие ценности или частные ценности которые уважают это каждый групп соответственно предположим примером такого консенсуса являлся Петербург в самом центре города есть храмы разных христианских конфессий есть мечеть есть пагода и так далее понятно что это витрина империи замечательная по моему витрина само сам беспрерывный отъем чужих угодий вообще это тотальная хищенофобия в условиях тоже получается что у нас одна из самых больших групп ведет себя как будто хищенофобия является ей ее идеологией как будто я не знаю какая удачников идеологии можно ли это правильно или здесь можно строить какую-то большую концепцию советский человек кстати когда Леватов из команды выпустил в 93 году книгу простой советский человек там были замечательные слова очень аккуратно запрятанно и неудобно было обижать население наверное что вот этот простой советский человек он не обладает никаким сознанием своих действий не обладает никакой рефлексией и так далее ну вот правда там было еще более интересное место там из этого следовало что этого простого советского человека бессмысленно опрашивать на опросах ну дальше смотрите что нам опрашивают дальше очень важно чтобы в обществе работали традиционные институты потому что институты не могут очень быстро меняться и оживляться ну вот поразительно что обычное право выдержало испытанием Советским Союзом а дачным бумом оно испытание не выдержало там было разрушено много-много другого не только то о чем я говорил но например отношением к родникам никто никогда не мог застроить родник родник это благо общественного действия там христианская мифология земля божья это было совершенно невозможно сколько родников исчезло потому что они вошли в состав этих самых дачных участков я уже не говорю потому что они там уничтожены загрязнены и так далее ценность семиминутного ну перспективы конечно соответственно человеческой жизни полное отсутствие как бы в твоей как линии мира ну допустим что она в тебе есть какая-то она есть на рефлекторном уровне отсутствие других людей других соответственно групп далее ну это как бы просто замечание в сторону что вот это явление которое я назвал незамеченной революцией оно совершенно не стало достоянием вообще общественного сознания ну дачи 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 а то что это вот такая революция там присвоение триллиона трех триллионов двух триллионов то никак такое явление еще оказалось и неосознанно что говорит о том что уже не только дачники и там байкальские и креанты обладают пространственной изменяемостью но все российское общество в целом ну например вот у моего старшего коллеги для Леонида Смельнягина есть замечательное выражение что за порогом квартиры начинается Советский Союз то есть между сейчас между картиной России которая полностью мифологизирована полностью причем мифологизирована всеми группами я здесь совершенно не ругаю какие-то группы или не хвалят но она полностью мифологизирована у любой группы есть мифология сторонников власти упротив есть мифология ничего ни по реальности там нет и вот в этой мифологии никакого пространства вообще нет полноценного пространства есть какие-то точки между которыми соответственно совершенно бессвязное пространство не только российское но смотрите здесь есть такой поразительный парадокс вот эти вот группы о которых мы говорили и другое население в силу своей хинофобии страдает еще и тем что можно назвать манией ограждения манией заборов в России один из самых прибыльных бизнесов это строительство заборов причем эти заборы обычно выполняются не как символические ограды а как машинные сооружения и вот дело доходит до того что иногда конкретные землевладения но правда уже катерсников имеют три яруса заборов вот в окрестностях известных туристов станции из коротова есть катерсные поселки Чигасова один из двух у них такая своеобразная эшелонированная оборона большие мощью леса огорожены колеса тысячи гектаров далее огорожен сам коттеджный поселок трехметровым забором и далее еще довольно случайно проник заборы заборами но если хорошо чувствовать российский ландшафт можно проникать я не говорю проходить через ворота или КПП с камерами ну как-то проникать можно ну понятно что там рабочие ходят ну вот и еще сами эти коттеджи коттеджи как особая песня огорожены вот такими массивными заборами и огорожены соответственно соответственно все то есть получается что мы переходим глобальным практически глобальным выводом выводом причем вот такой мании огораживали ведь не было ну погодите конечно был деревенской застройки не было и в 60-х год там не было разрешения там не было разрешено вот конечно в сельском ландшафте заборы играли в сельском ландшафте заборы играли огромную роль от животных конечно но представить себе что деревня дорожная забора мы не можем и вот такой соответственно диагноз с одной стороны все люди живут во временем пространстве если люди правильно живут они живут в ландшафте это не синонимы но вот смотрите какое получается что все пространство ушло в подсознание оно не эффектируется не осознается не описывается не представляется и оно еще вот это вот пространственные практики мы же говорим в данном случае можно сказать так о массовых пространственных практиках которые вовлечены многие десятки миллионов людей пространство я воспользую половины фразы из ницше оказалось по ту сторону добра и зла и последнее пространство отношений взаимодействия можно сказать и само пространство скоро оно дано пространство не может исчезнуть что во первых в современной гуманитарной литературе пространство это то что конструируется на я не хочу обсуждать сейчас статус пространство в культуре посмотрите какая при этом поразительная ведь русские оказались невероятно чувствительным к освоению и заселению самых разных пространств сибири гор средней азии и так далее то есть получается что российская культура была невероятно пластична к пространству и продуктивно с ним взаимодействовала продуктивно это значит был полноценный ландшафт использование и так далее а сейчас на том что имеет место такая вот явная пространственная неотменяемость а если залезть еще шире пока еще стоит пределы своей компетенции такая же небольшая пространственная неотменяемость есть у государства и крупных соответственно корпораций то получается что самое богатое пространство страна еще и оказывается совершенно пространственно неотменяемое если я его задержал то простите но мне хотелось как бы учитывая что это запись довести дело до конца галина спасибо большое теперь как всегда по такой обычной традиции вопросы уточняющие то есть на понимание что есть такие вопросы нет таких вопросов таких вопросов тоже нет тогда переходим к выступлению да у кого есть что сказать возразить да или такой вопрос который требует уже ответа такого сущностного я в конце коротко отключен на все выступления так пожалуйста любовь яковлевна может туда да ладно мне просто хотелось вот слушая ваши впечатления заметить следующее что вы много раз конструируя социокультурную группу дачников сами же говорили о том что у нее нет целого ряда сущностных признаков которые обычно бывают в социальных группах называли перечисления и я в этой связи хотела бы напомнить следующее что собственно говоря и группа дачников эта формировалась совершенно искусственным способом формировалась она постановлением различными там подзаконными актами постановлениями правительства когда крупным заводам просто вменялось в 60-е годы в обязанность эти дачные кооперативы организовать ровно поэтому скажем дачный кооператив сотрудников литературной газеты существенно отличался от дачного кооператива сотрудников завода зим и я могу даже напомнить что вот так сказать наши сегодняшние элиты самые элиты вышли из дачного кооператива озеро и ровно поэтому можно сказать что так вот выделять в полноценную социокультурную группу это наверное все таки не очень корректная методологическая посылка вообще чтобы вот дальнейшие как то вот очень разные группы дачников потом мне кажется что надо все таки разделить периоды когда эти дачные кооперативы организовывались в 60-е 70-е и даже в начале 80-х годов от тех от той тенденции которая возобладала в 90-е и нулевые годы там уже были не столько во-первых уже в 90-е годы совсем никто по 6 соток не брал а брали сколько так сказать съедят вот и уже действительно тогда земли брали совершенно не под те задачи когда вот действительно там в 60-е годы правильно да это были экономические задачи потому что централизованное так сказать обеспечение населения не выполнял своих задач вот и все а в 90-е годы совершенно другие вещи хотя прежние дачи экономическую свою функцию выполнили когда люди действительно сажали картошку огурцы и помидоры и этим питались вот это во-первых во-вторых мне кажется что так вот впрямую говорить что туристы очень гармонично взаимодействовали с ландшафтом так же не очень правильно потому что я будучи туристкой и сама пройдя многие тропы видела какой ну не то что ужас а ну по крайней мере такой очень неприбранные стоянки туристов стационарные как их приходится в начале просто выйдя там я не знаю на берег из лодки просто убирать место просто сначала заниматься уборкой а уже потом хоть как-то мало-мальски организовывать свой лазер поэтому туристы так же вели себя ну варварски во взаимоотношении с ландшафтом а уж не говоря о том сколько там я не знаю на горных реках на какой-то немыслимой совершенно высоте написано там здесь был Саша здесь был Вань и что это что такое отношение почти туристов к природе этого тоже нельзя сказать поэтому такие вот как бы округления они мешают более вдумчивому анализу ситуации к конкретной привязке историко-культурной вот такие обобщения глобального порядка все-таки нуждаются в уточнениях вот все что я хотела бы сказать спасибо ответы потом будут после покупки еще какие замечания есть ну так я что-то написала много всего пожалуй все-таки тут будет часть вопросов вот я кстати забыла был у меня такой точнейший вопрос еще по Байкалу можно простить еще третья мысль моя состоит в том что наш ландшафт культурно-хозяйственный всей страны всей страны он в большей степени разрушается как раз госкорпорациями теперешними или раньше вот большими предприятиями и совершенно необдуманными теми же постановлениями правительства когда там я не знаю сибирские реки повернуть на юг там но это не произошло слава богу нет но дело в том что я говорю о таких это вот незабыточные вещи а сколько уже сделано там я не знаю даже там я не знаю ну это мы все знаем но финский залив совершенно погиб почему потому что построили дамбу понятно про это никто не говорит ну а это что это полная гибель большого региона чего вот так подумали или гидростанции та же в Иркутске та же гидростанция там же город задыхается от этого влажного воздуха при 30-40 градусном морозе но это же это же не дачники и не туристы это у нас так хозяйствует наше простите вот правительство это такие масштабы разрушения и говорить о том что какая-то социальная группа этому может воспротивиться или этому может препятствовать совершенно не приходится ну то есть как вы предлагаете не ловить отдельных убийц а только убийц массовых которые 10 человек убили не меньше я предлагаю все таки все таки мы на научном каком-то таком-то ну да нет ну то есть я предлагаю корректный научный подход корректный ну так да вот все что я предлагаю Владимир Леопольдович вы можно за вас ответить или нет не надо не надо хорошо не разрешите не за а то есть на это ответить как мне кажется но это удлинить заседание тогда не будем вопрос чисто уточняющий Байкал он случайно попался то есть когда Байкал обошел состав тогда еще российской империи его ценность понималась или это вот вот типа захватили а потом стало понятно чего получили это очень коротко просто для сведения ценность ценность Байкала как водоемно не понималась он выступал как препятствием в коммуникациях понималась ценность соболя понятно то есть Байкал как бы как ценность стала осознаваться уже в российской культуре гораздо позже с какого приблизи вообще российская империя выросла по одной причине потому что у Голландии дорого стоил соболь только поэтому гримаса истории Байкал как особое место уже для всей России как ценность какими-то все-таки гурухами осознается когда вторая половина 19 века спасибо я дополню когда строилась эта самая клуба Байкальская железнодорожная магистраль в конце 19 века раньше 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 то это считалось как бы сейчас сказали главный стройки века потому что было решено дополнить природный шедевр шедевром железнодорожного это было совершенно осознанно совершенно осознанно дорога была дорогая более того под прохождение этого участка было настроено все расписание поездов чтобы все кто едут с Петербурга в Владивосток или в Порт-Артур поезжали днем только днем и любовались там были специальные остановки для любования и обратно тоже это было совершенно сознательной акцией в Бакальском магистрале можно было построить в 10 раз дешевле но там запрещалось использовать динамит только вручную чтобы боже упаси чего не повредить я большую часть прошел пешком это конечно это такой же шедевр ландшафтной архитектуры как петербургские парки спасибо теперь просто действительно накидайте каких-то ну да в смысле противоречий или вещей требующих дополнительного объяснения ну вот в вашем докладе прозвучало что были такие-то группы допустим про Подмосковье это уже да что тут жили такие-то группы сельскохозяйственных населений такое-такое-такое а теперь таких-таких нет но зато есть дачники и так далее ну собственно что у такого плохого ну были одни группы теперь другие то есть вот не очень понятно трагизм по поводу смены групп вот то есть это как бы ну исторический процесс да теперь то же самое с одной стороны для тех кто хочет пройти территорию какую-то невозможность ее пройти там а нужно обходить десятикилометровую цепь дач это плохо но с другой стороны теперь значит уже такое впечатление что это мало кому нужно или почти никому не нужно и тогда возникает вопрос если никому не нужно свободно ходить по земле то зачем нужно право свободного прохода значит оно не нужно вот оно и отмирает ну как возможная интерпретация того что происходит то же самое то есть это в то как бы в таком русле то есть в процессе вашего доклада все время приходило на ум что вот описывается изменение утери каких-то потребностей на самом деле людей и общества в целом вот и что это плохо вот хотелось бы понять почему это плохо в конце концов это тоже вроде бы считается обычным естественным процессом что вот сначала одни потребности потом другие что это одно заменяется другого тем не менее какая-то полноценная жизнь общества сохраняется правило может быть мы чего-то не уловили вот но и вот это противоречие хотя я немножко его понимаю по-другому которую Любовь Яковлевна заметила что с одной стороны дачники самая как ну не то что группа поскольку группой по вашему же определению она не является никакой не группой не сообществом но тем не менее эти люди может быть временно то есть в роли дачников возможно в городе они ведут себя иначе кто знает то есть люди выступающие в том или иной момент времени в роли дачников им присущи какие-то общие черты поведения ну если брать в целом понятно что есть люди хуже лучше там ну и так далее здесь я думаю что это не имеет значения тем не менее хочется их так понятно из вашего доклада что их хочется описать как некую целостность вот действительно тут есть какое-то противоречие либо методологическое либо феноменологическое что касается культура что доказательство того что дачная группа дачников поскольку все-таки они скучны да вот группа дачников не является полноценным сообществом что они не создают культовых объектов вот я даже не согласится поскольку их культовым объектом является сама дача вот в этом смысле у нас значит как бы вроде бы если ну я конечно может быть это неправильно но действительно по некое то по моему из моего личного общества общения с разными владельцами дач очень разными людьми входящими в очень разные социальные группы обладающие очень разным так сказать интеллектуальным потенциалом душевными качествами и так далее очень разными у них есть действительно у всех них можно выделить некий такой вот общий как бы ну в каком-то смысле система ценностей только она достаточно такая бедная то есть на самом деле для всех них можно перечислять один два три но самое первое и главное это что дача является сверх ценностью причем что надо подчеркнуть по моим наблюдениям не только своя то есть желая человеку хорошего другому они пожелают ему дачу скажем так ну по моим наблюдениям я не тут в данном случае поскольку я вопрос специально не изучала но с таким наблюдением вот ну и то что смена там разных групп то же самое вот отмирает сельское хозяйство ну значит оно вот тут никому не нужно то почему бы ему не отмирить и почему другим людям с другими потребностями не воспользоваться ландшафт замечательный опыт максимум я бы единственное что хотел бы сказать может быть есть какие-то экскурсы в другие культуры то есть мы вы сейчас дали представление о российском опыте таком или постсоветском лучше так сказать а вот как это происходит например в современном Китае например когда осваивается сразу скажу не знаю я могу работать только я так это не то есть хочется сравнения я бы тоже не в качестве вопроса и там не как критика а просто ну такое размышление там было ли такое же движение например в западной Европе по освоению ландшафта может быть и нет как как происходило это и условно говоря наверняка такие тенденции были как вы говорите у белых колонистов как это происходило в Соединенных Штатах можно ли провести какие-то параллели то есть там же в принципе я не знаю насколько это можно назвать дачной или коттеджной освоением но субурбии явно явно покушались на естественный ландшафт территории в Соединенных Штатах и к чему это привело то есть ну к таким же последствиям или более тяжелым например но в Китае явно более тяжелым если у вас есть допустим всем интересам о Китае наблюдения тогда и по нам расскажите у меня просто есть ну такое предположение то есть то есть больше вы полевых исследований в Китае не влили? ну может быть читали ну нет читать я тоже читаю да в Китае не приведет так хорошо очень ценное замечание буду отвечать по порядку тем более есть много общего это то что объединяет два выступления это вопрос о том в каком смысле и в каком подходе мы можем рассматривать дачников как единую руку как что? как единую руку в данном случае я еще раз повторяю свой подход если какая-то совокупность людей занимает определенные строго определенные места в пространстве ведет себя в этом пространстве совершенно однообразным образом взаимодействует взаимодействует с другими группами по поводу этого пространства вполне тоже определенным образом при том что возможны и другие взаимодействия то у меня есть основания сказать что вот в этой проекции культуры в пространстве дачники образуют не только определенную группу невероятно яркую очень четко очерченную более четко очерченную чем так называемая элита которая в ландшафте может быть силу малой численности она не наблюдает для меня это не как бы суждение что если я говорю дачники то я приписываю им реальность это результаты определенных наблюдений и рассуждений больно одинаково они себя ведут в пространстве во всех отношениях от способа копания земли дачники землю копать не умеют до 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 вот того о чем говорила галина тот ценности правда вот такой тип ценностной реакции называется вообще любви клиническое название называется в точном смысле вот вы говорите о деревнях например они были устроены логично по отношению к ландшафту конечно потому что это была жизнь это была постоянная с поколения в поколение а потом у нас просто любили собственности люди отвыкли что это мое и мне надо его развивать и потом это уже совершенно другой человек получился который в силу еще и того что сейчас денежная составляющая самая важная то совершенно людям не важно как это будет дальше после него после нас как поток главное захватить и мне кажется это поддерживается в общем то мы же о стране говорим это не отдельные племена которые выживают а это страна значит есть некая такая разрешительная позиция и в плане воспитания людей если они в соответствии со своим воспитанием не думают но это же целое вот завязывается от этих корней которые мы потеряли и потом возникло некое сообщество все кругом колхозное все кругом мое в одном из фильмов сказал какой то такое мне кажется отсюда идет я понял так я продолжаю отвечать на ваши замечания я не согласен с тем что дальше выполнили свою хозяйственную функцию они не выполняли и как понятно эта функция сейчас возобновляется потому что грубо говоря ну вот скажем так пятая часть дач перестала выполнять хозяйственные функции остальные выполняют я был примерно в сотни городов населенных 9 и за вычетом богатых миллионных городов которых совсем немного и новых городов новых денег наукузнец книжник они работающие промышленности в любом смысле они еще не обоняют кроме этого и конечно конечно хозяйственные функции понятно да ну просто здесь рассматривались примеры именно в Подмосковье здесь особая ситуация а простите пожалуйста можно по ходу уточнить что в данном случае называется хозяйственной функцией производство продукции нет производство продукции как самоцель потому что это есть и в Подмосковье просто любому нравится выращивать продукты неважно нужны они не нужны можно ли купить в соседнем магазине гораздо лучшего качества или нельзя Я надеваю в данном случае хозяйственные функции использования вот этого земельного угодья как незаменимого источника дохода в натуральной форме. Я подчеркиваю, незаменимым. Тогда ни одна. Практически в Подмосковье дачи не выполняют хозяйственные функции. На периферии выполняют. На периферии. Ну, только на периферии Подмосковья, на очень дальние периферии. Сейчас значит так. Незаменимым. Я не являюсь апологетом. Да, давайте ответим на локальный вопрос про дамбу. Здесь корпорации ни при чем. Дамба это военный проект. Чтобы вражеские подводные лодки не заходили в финский зал. Поскольку в системе приоритетов советской власти военные были на третьем месте. Все-таки тут на третьем. Первое место уже это была идеология, а на втором месте истребление населения. А военные приоритеты были на третьем. Но это было очень важно. Там хозяйственные приоритеты, там непонятно на каком. Военные потребовали и взяли под козырек и построили дамбу. Никаких по этому экологических обоснований там, простите меня, не требовалось. Точно так же, как очень многие проекты, как для чего строился Беломорканал, чтобы не бросать. Малые подводные лодки и так далее. Как и все такие сооружения. Вот. Вот это же. Вот так вот. Я не являюсь апологетом туристов, хотя я сам турист. И не являюсь апологетом госкорпораций. В каком-то смысле я работаю в госкорпорации, называется Академия наук. Но вы смотрите, какая вещь. Да, туристы, несомненно, сообщество, но сообщество очень разнородное. В том числе и ведущие себя именно так. Что меня, конечно, подручает. В то же время, не знаю, какая по доле группа элитарных самодеятельных туристов ведет себя, ведет себя совершенно иначе. Что касается... А может быть сразу добавить, что мне кажется, что в каждой группе можно выделить, которые ведут себя лучше и хуже. Это понятно. Но что вот в масштабах, если не страны, то хотя бы, допустим, европейской части, существенно вот именно численность. А тут как раз, особенно в постсоветский период, насколько я понимаю, ведь была же ровно обратная. То есть количество дачников резко, скачкообразно увеличилось и продолжает увеличиваться. А количество туристов походных, именно таких вот, настоящих походных, не на прогулку, оно наоборот сокращается. Даже если бы оно было независимо от места. Так, так, понятно, я понял, да. Ну, смотрите. То есть, поэтому ущерб, который наносят неправильные, там, с вашей точки зрения, туристы, оставляя мусор, настолько ничтожно по сравнению с теми последствиями дачного бума, которые были нарисованы, как мне кажется, в этом докладе, что говорить об этом можно, но просто в данном случае это другой масштаб рассмотрения и другая оценка. А вот это точнее, это временные интервалы. Временные интервалы надо точнее. Ну, постсоветский период, строго говоря, по сравнению с теми последствиями... Любовь Яковлевна, извините, пожалуйста, вы немножко задержались, эти временные интервалы были обозначены в начале такого. Да, смотрите, смотрите, я согласен заключением Галины о масштабе. Вдобавок, наука состоит в том, смысл, смысл, смысл того, что она отбрасывает большую часть реальности, иначе она работать не может. Я не могу дать описание всех 20 миллионов дачников. И никто не может. Более того, такая задача не стоит. Хотя в других случаях она стояла и решаема. Ну, например, в большинстве социалистических стран, особенно там ГДР, Болгарии, было до сих пор многостраничное на каждого человека. Это можно сделать было. Ну, смотрите. Далее. Когда мы говорим о воздействиях на ландшафт, мы должны иметь в виду два разных аспекта. Интенсивность воздействия, конечно, если строится металлургический завод, то ландшафт преобразуется полностью. И сферу воздействия. Какой бы ни был металлургический завод, он воздействует, ну, в основном, локально. А при том, что дачники меньше преобразуют ландшафт, чем металлургические заводы, они преобразуют его на гораздо больших территориях. Это можно было бы прогнать по шкале физико-географического реонирования, но если я попрошу у Галины еще 20 минут, она мне их не даст. Поэтому я их не беру. Вот смотрите. Вот что касается Подмосковья. Опуская просчеты, можно представить себе Подмосковье в виде сферы. И, учитывая, что дачники значительную часть земель использовать независимо от владения, то картина получается вот примерно такая. То есть, можно сказать, что если мы соберем вместе дачный пояс, то на расстоянии 50 километров от Москвы будет кольцо шириной 80 километров еще, которое сплошь занято дачами. Это умозрительная операция. Нет, подсчет по себе. Нет, ну в смысле, что они все-таки не сплошь еще. Да, не сплошь. Вот, вот. То есть, здесь радикально... А сколько средний металлургический завод занимает площадь? И портит площадь вокруг себя? Ну хорошо, но вот здесь, я так скажу, 20 тысяч квадратных километров. Только один город. Крупный металлургический завод, металлургический, пусть я про него знаю. Черный металлургический причем, черный металлургический, а не цветной, это разные. Занимает площадь, ну, сейчас более-менее выбросы стали чистить, ну, 3-5 тысяч квадратных километров. А здесь? 20. 20. Есть такой металлургический завод в Норильске. Он просто уничтожен в большую часть плоского таймы. Вообще, я стал выбросом. Ну, бог не, бог не, бог не с этим плоского таймы, если там убили миллион человек. Вот. Вот это. Вот, по-моему, я ответил на ваше замечание. Дачники, несомненно, единая группа, можно обсуждать. Вот. Да, произошла полиализация дач на рекреационные и хозяйственные. Да, туристы могут оказывать воздействие на большие территории, но это воздействие крайне слабой интенсивности. Заметьте, вот. Считалась была такая распространенная легенда, которая даже промущировалась, что туристы поджигают леса. Но туристов становится очень выше, а лесных пожаров становится все больше. И здесь, как бы, произошла подмена понятий. Потому что человек, который едет на своей машине, на пицце в лесу, пожарится, что-то является туристом. Но другое. Так вот, эти автомобилисты, собственно, в результате их действий, собственно, пикничные туристы. Это пикничные, это не туристы. Это не туристы. Я что-то... В Подмосковье мы знаем достаточно, сколько групп знаем достаточно. А проволосы, то есть, как вы знаете, сотни туристов. Я не могу себе представить, чтобы хоть один не загасил костюль. как-то... Это с туристки этого не позволял. Вот. Вот. Так. Теперь к замечаниям Галины. Ну вот, что происходит. Замена потребностей. И, как бы, это, соответственно, все нормально. Ну, одни подъемности заменяются на, соответственно, на другие. Но дело в том, что бесполезно критиковать законы физики. Их наше бытие ничего не изменит. То же время с так называемыми законами, вернее, статистическими закономерностями социальных наук, дело обстоит иначе. Их можно и нужно протековать. Не все спонтанные процессы являются... Спонтанными? Нет. Не все спонтанными процессами нужно соглашаться. Дело в том, что существует в числе прочих спонтанных процессов процесс, например, острых кризисов. Дело в том, что, когда горит лес, то мы же его тушим. Даже если он загорелся, то... То же самое из действий. Если вот произошла такая, скажем, в каком-то смысле замена населения и вместо там туристов, отдыхающих встали дачи. И якобы нет больше посторонних, для которых нужно сохранять этот лунжет. Я не знаю, что здесь вначале, а что здесь в конце. Вначале люди перестали ходить, потом у них отмерла потребность проходить через дачи. Дело в том, что ландшафт это пространство, как и общество, в котором в нормальном случае высоко ценны права меньшинств и даже одиночек. Да, хорошо, вот, допустим, у 10 тысяч туристов есть потребность проходить под Москвой. Ну и все, достаточно. А если даже отвлечься от групп, просто вообще проницаемость ландшафта, даже хотя бы просто теоретическая возможность прохождения по нему в свободном в большинстве направлений, является ценностью культурной? Атрибутом. Или атрибутом даже? Кроме особых, соответственно, сакральных объектов. Нельзя, например, въехать в храм на велосипеде. И с этим все соглашаются, ходят там велосипеды и так далее. Потоки должны быть разведены. И там нельзя на бульдозере ездить вместе с паломниками, потому что это отвлекает от их занятий. Да, проницаемость пространства, и, кстати говоря, проницаемость культурных групп является огромным благом, хотя нужно понимать, что эта проницаемость является не абсолютной. Ну, понятно. Мы признаем право человека на свободное перемещение, на Малатинцае мы признаем право ехать по пешеходной дороге на джипе. Это утрата огромных социальных пор в проницаемое пространство. И здесь... Простите, вот здесь в переделке, когда проходили 10 лет назад мостик через Сепель, был большой щит перед полем, заповедная зона переделки. И это поле, оно существовало как часть какой-то вот такой заповедной территории. И потом, как известно, его так потихонечку оцепили, то есть и перестало... И щит этот куда-то... Вот переставили куда-то совсем другое заповедное место. Да, да. Смотрите, что касается потребностей, то я здесь радикально не согласен с Галиной, хотя она дала вопрос провокативной моменты. Ну да, я... Хорошо, если... у меня отрезают ноги, то моя потребность перемещения уменьшится. Но это значит, значит ли это, что это был, соответственно, естественный процесс, и я должен там свечку ставить тем, кто у меня отрезали ноги. Пример совершенно таков, что в каком-то смысле мне ноги менее нужны, потому что не мешает ходить по Подмосковью не Катератифозера и не государственные корпорации, а дачники, которые взяли свои дачные участки, ну я это репрезентант определенной, соответственно, группы, немалые и очень существенные. Дачники брали свои дачные участки добровольные. Это захват такой? Нет, в смысле, их тоже никто не заставлял брать. В какой-то момент... Можно было не брать. В момент личного выбора существует, но не рефлектируется. В какой-то момент, особенно в Подмосковье, стало ясно, что можно прожить и без дачного участка. С этого момента наступила ситуация полной ответственности. Полной ответственности. В этом смысле... Полной личной ответственности. Личной и групповой. Личной и, соответственно, групповой ответственности. Поэтому сказать, что это все естественные и спонтанные процессы... Нет, да. Спонтанные процессы. Дело в том, что после того, как человека убили, в нем происходит в теле его совершенно закономерный процесс ну и что из этого кстати этот пример не случайен я считаю, что после того, как Подмосковье было убито в процессе его постепенного уменьшления не все организмы уменьшляются быстро в его теле завелись отвратительные черви дачники являются вот этими червями я хочу, чтобы было в записи я хочу воздействовать на воображение моих слушателей а корпоратив там озера я здесь не обсуждаю потому что я про них ничего не знаю но я могу их реконструировать как ландшафтопользователь это может быть отдельная тема про государственное пространство кстати, на эту тему у меня есть хорошая статья в отечественных записках там был номер, посвященный России одна из центральных статей этого номера она так и называется «Необменяемое пространство» про Россию в целом тогда этот журнал себе еще такое позволял с заменой потребностей я не согласен в том, что дачники не обладают целостности это, поймите, до определенного момента когда формировались основные представления наших теперешних социальных наук больших временных групп населения не было ну почему же зрители ну не настолько большие пассажиры транс-пассажиры и не настолько постоянные а здесь как бы не временно здесь само качество временности немножко другое ну что, у нас дискуссия ну что, у нас дискуссия дискуссия, это когда говорят по очереди а не когда все сразу я думаю, что таких больших просто науках, к сожалению, или к счастью думаю, к счастью, очень энергии иначе она рухнула понятия живут несколько столетий в этом смысле таких больших массовых мигрирующих групп как дачники или, скажем, туристы скорее не временно, а больше подходят на мигрирующие потому что они все-таки в этом дачном месте довольно долго пребывают их, соответственно, не было поэтому было там, не знаю, представление о горожанах и зельянах которые сейчас, например, в современной России уже нет национально потому что большинство горожан живут сейчас в переднем селе а значительная часть зельян кроме Черноземного Юга и Кубани они живут значительную часть времени в городах по-другому нужно выделять и в этом смысле мне представляется что вот такой ландшафтный подход имеет свое преимущество потому что он фиксирует не соображение, не рефлексию не статистику, которая абсолютно анекдотична он фиксирует реальное поведение людей в ландшафте, так говорят можно еще вбросить такой вот развить образ Акакия Акакевича но ведь, как бы вот когда мы читаем про Акакия Акакевича то нам его с одной стороны как бы и жалко то есть он нам не то, чтобы уж очень приятен но нам его и жалко а вот почему же вам, Баламир Илья Полович не жалко дачников объясняю не жалко, а как я Акакевичу толпую за Катя Акакевичу мне не жалко более того в книжке Орвелла есть замечательный образ власти сапог, стоящий на лице человека в этом смысле дачники радикально изменили условия полноценной жизни для духовного количества людей потому что среди этих людей туристы от них не составляют большинство туристы от них не составляют а кто? ну вы же сказали местные жители а, местные жители я скажу, кто у нас в Рашдорском массиве пребывает это что туристы? москвичи отдыха нет отдыхающие в том числе пожилые и больные люди которым больше никуда не доехали и которые как мне они последний раз с ними общался говорили, боже, как нам надоело здесь но больше поехать уже некуда но, к слову сказать, там все-таки не дачи вот эти массовые, а коттеджные застроены что касается я тебе ответил на замечание массива что это вопрос, который очень давно стоит действительно ли спасибо за интересные сроки спасибо спасибо вам спасибо так вот как известно в Соединенных Штатах где земля всегда была дешевле, чем в Европе плотность населения была ниже хотя не такая низкая, как в России прошел в связи с массовой автомобилизацией автомобили стали дешево, как российские но более надежные люди стали переезжать среднего класса в пригороды строить там жилье образовались целые огромные районы я там не был честно говоря, если бы я попал в США я бы туда не поехал бы вот в чем их отличие от наших пригородов во-первых это районы компактные застройки они не разбросаны вот так вот фургитарно, как дальше во-вторых люди там живут в третьих постепенно идет облагораживание этих серебро например это мы кстати знаем по их английскому аналогу о чем там говорят если судить под низмарков простите это старая уже старая все сохранилось и новый класс прикрыт по английски все это перенял о чем надо заботиться о том, что был прекрасный газон цветник и хороший хороший вид и чтобы не воняло к нашим соответственно дачам это не относится это не постоянное поселение это не сплошная застройка кроме того в Соединенных Штатах в силу очень быстрого транспорта вопрос о рекреации решается по-другому там для рекреации служат не пригороды больших городов действительно как бы будучи поворотников частной собственности я скажу что там как бы увеличение частной собственности на землю заслодки для этого существует национальные партии в том числе доступные в еженедельном режиме из всех больших городов на выходные конечно на один день ну хорошо ну вот там нет перегорода у Нью-Йорка огромный воздух да конечно плохо но в двух часах езды от Нью-Йорка проходит наменитая Павальская тропа длина тропы пять тысяч километров условия государственная собственность никто не может пересечь тропу никто не может торгнуться она только для пешеходов кроме этого есть разные разные другие национальные партии а богатые ну может быть не очень не очень чистый пример потому что как еще можно было бы использовать за Павальскую тропу есть альтернативный вариант Подмосковье вот вот из того даже что здесь уже было набросано понятно что это в каком-то смысле конкуренция за этот ресурс да вот а там то как кроме как по ней пройти что еще можно с ней строить то есть у нас тропа это все-таки широкая да как Ренштейн в Тюринге там устроена такая ситуация такая тропа имеет ширину как землю которая куплена 10 метров но крючкотворное англосаксонское законодательство предусматривает еще сровое наказание за изменение условий ну например если кто-то построит дом кто будет из которого будет шум на тропу или из портания тропы то есть фактически это полоса еще охранная зона национально несколько километров понятно но как можно было бы только то есть там достаточно плоская местность что можно там строить дома нет дело в том что в США всегда был престиж как бы отдыха в горах большие там северенные участки можно было просто вот опять же разбить рассечь разными небольшими пусть даже миловидными поселениями но как целостность эта тропа перестала это был сложный сложный процесс в котором участвовали люди кстати сейчас тропу в основном поддерживают волонтеры десятки-десятки тысяч волонтеров это вот особый я не походя по тропу я не могу сказать насколько это наш туризм или там не важно какой наш такая соответственно такая возможность такая возможность есть ну я не говорю дело в том что Нью-Йорк не такой типичный для Соединенных Штатов город как Москва и Россия он совсем не типичный города разбросаны есть прекрасные ландшафты для отдыха не только в статусе национальных парков тем более национальных парков еще частных никто никто не считал хотя бы они назывались так соответственно другая ситуация все-таки мы живем в условиях высоко централизированного ландшафта высоко централизованного общества высоко централизованного государства и если это государство предоставляет людям даровые блага для них для людей то и люди на это соглашаются соглашаются то ответственность эти люди должны разделить государство тем более что вопрос о том чьи эти земли которые построены дальше он в юридическом смысле довольно сложен то есть эта ситуация совершенно непростая потому что согласно декрету церковная земля вся земля передавалась собственность крестьян то есть предполагалось что другим население она не нужна но вот эта земля на которых построены дальше это бывшая крестьянская земля то есть никто этого не отменял то есть в точке зрения легитимности тут все чрезвычайно сложно кроме того есть церковь пользуется правом институции церковных далее возвращение прежним владельцу хотя прошло как мы понимаем еще много лет иногда почти век если другие группы поделили такую в третьих обычное право оно кстати продолжало действовать и было закреплено в законах еще в советское наяковское время и там все эти права бичевника прохода были зафиксированы были зафиксированы я не хочу вдаваться в историю СССР там это все описано в совершенно доступной литературе то есть кроме того есть обычаи использования бесхозного имущества в советском хозяйственном праве что тот кто там пользуется бесхозного имущества если на него никто не предъявляет права то через определенное время становится владельцем ну вот в этом смысле туристы поскольку туристы непрерывно получили обычное право на использование своих угодий никто не поделил право на собственность на тропы и так далее вдобавок там где прошел турист можно построить город коттедж дачу но там где построена дача уже ничего другого сделать нельзя я использовал в экологическом смысле очень существенно обратилась необратимость трансформации туристское использование совершенно обратимо да а дачная а дачная соответственно необратимо такое нет я дело в том что здесь есть еще один существенный момент когда государство либо выдает что-то бесплатно безвозмездно пользователя либо санкционирует так называемые знаменитые дачные амнистики которая прошла смысл которой чтобы были легализованы все участки независимо от того на чем они строятся это означает что государство финансирует определенную группу людей за счет других людей потому что государства других источников как известно нет ну это тоже не случайно произошло поскольку вот именно мы возвращаемся к тому это это группа людей очень многочисленная и с очень ярко выраженной ценностной ориентации на дачу то есть владение владение куском земли и возможности на нем строить и там копать и так далее оно сверхценно и мимо этого как бы государство не может пройти а я бы вот здесь еще добавила то что таким образом почему не может пройти нет ну как бы не может вот у меня тут объяснение в серверной корее не было никаких дач ну ладно но в той мифологии дачной жизни которая существует это как благо то есть это единственное пожалуй расценивается даже современным таким массовым населением единственный правильный поступок государства вот это вот даровая раздача земли под дачи это так я могу сказать но тем самым государство вот тут возмущались корпорациями и прочим но ведь это же вот единый процесс именно раздав бесплатно и практически бесконтрольно вот эту землю государство как бы купило себе право в других местах делать то что оно считает нужным не спрашивая никакое население ни эти группы ни другие то есть это в каком-то смысле отступное ну да ображаюсь по-другому испытывая потребность большом количестве лояльных граждан в целях легитимизации советская власть когда все эти процессы начались безумно усталость новых источников легитимности потому что главное что легитимировало очень долго это была победа войны потом мир но нужна была более активная легитимизация вот то что у нас общенародное государство и граждане этого государства получают кусочек общественного пирога в виде дач в том числе идеологически было соответственно очень важно в нравственном отношении люди которые это получали становились заложниками они становились соучастниками разграбления территории то есть в каком-то смысле строительство государственной дачи до такого даже не доходило даже в 30-е годы потому что это не отдавалось в частной собственности а только государственной дачи да но потом постепенно все-таки часть дачи предоставлялась в собственность ну например ведущим академикам известно Сахарову за Богу дали дачу а как тогда в этом же тексте рассматривать приматизацию квартир а вот я не могу сейчас собрать свое изображение честно говоря для этого фактически лекции я считаю это неуместно я считаю это неуместно дело в том что у меня никогда не было потребности проходить через чужие квартиры уже как-то немножко отошли в сторону конечно это не вообще про нарушение взаимное я могу сказать вот в этом процессе это тоже как я могу сказать здесь только одно что первое осуждение такое правовое было легализовано в собственной были переданы квартиры которые были даны государству тем же незаконным нелегитимным образом поэтому сейчас скажем бывшие руководящие сотрудники цирк полисы и так далее они получили режим сменился они получили собственность то заработали на службе предыдущего режима то есть совершенно верно произошло по моему процесс противоположный тому который должен был происходить но все таки еще незначительная доля населения количество таких приведенных квартир в Москве составляет около миллиона не только в Москве в Москве около миллиона ну что там из пятнадцати ну подумаешь ну при этом же у них же средняя обеспеченность квадратно-метр была же в пять раз больше то есть получается что ну хорошо если мы вот это это тоже выведем за скобки узаконивания социального неравенства которое возникло еще в советский предсоветском режиме как бы его закрепление в каком-то смысле в имущественном и превращение в имущественное неравенство закрепление окончательное скажем так ну если вот этот аспект оставить в стороне ведь все остальные населения тоже получили возможность приватизировать свою квартиру ее продать обменять на меньшую получить деньги и так далее все таки какую-то собственность получил реальную советская ситуация была такова что одни люди согласно установленным порядком продавляющей большинство имели какое-то жилье а другие люди стояли на очередь на жилье стояли в этом смысле очередь в этом смысле опять одна группа получила привилегии за счет твой потому что сколько бы не строилось сейчас строили немало количество предоставляемого социального жилья сейчас гораздо меньше чем квартир в советское время поэтому те люди которые в Москве ставили на очереди получение человека было меньше 5 метров таких в Москве было 2 миллиона эти люди не получили то есть произошло еще большее усугубление как бы скажем так неправомерной неправильной и неоптимальной социальной статификации то есть как бы имущество удается те у кого было они еще получили это там в другом смысле есть еще вопросы замечания необходимость дискуссии или мы закрываем эту тему я хочу спасибо хочу сказать последнюю последнее слово во первых я благодарю всех участников во вторых я не могу не отметить что подобные сюжеты очень трудно удерживаются чтобы не впадать в ценностные коннотации а что было бы если бы я соответственно выступал бы на кооперативе кооперативе дачников и так далее третье что в отличии от многих других сфер и социальных групп у дачников и у страционарных клиентов которые называются критичниками есть большое преимущество с точки зрения методологии не наблюдали они очень хорошо наблюдаемы и в этом смысле где это теоретическая география занимают апология теоретическая география это опустился концептуальная схема которая она в этом смысле является очень дешевый ну представьте себе полевое обследование нужно чтобы всем этим занимали десятки тысяч людей первое второе она не является независимой от государства в частности с его ресурсами статистики поэтому что бы ни произошло со статистикой очень многое уже видно и зафиксировано из того что происходит в пространстве ну конечно сейчас еще и появились космические снимки но работа космическими снимками в больших объемах тоже является очень дорогой тем более что качественные космические снимки тоже стоят денег и немало тем более это в разных ну это это уже не ко мне это реальность которая является наблюдаемые если есть там активность добросовестность и в том числе концептуальные очки иначе просто ничего не иначе соответственно просто ничего не увидишь то есть это как бы та деятельность которая вот такой качественный экспертный результат достигается в противовес такому стандартному массовому методу исследования или соответственно обследовать я даже еще несколько несколько прав представим себе что кто-то сейчас поставили тут задачу изучения всего этого материала и ресурсы будут казалось бы не ограничены можно ли это будет сделать нет потому что обучение специалистов займет больше будет происходить медленнее чем меняется ландшафт и очень если изучение природного ландшафта люблю приводить такой пример природное ландшафтоведение которое переживало бум и хорошо финансировалось потребовало участие нескольких тысяч людей в каждый момент на протяжении нескольких десятков лет ведь этот ландшафт еще мало менялся то что здесь делать не может за одна половина населения изучать другую поэтому я считаю что это именно сфера экспертного подхода концептуального умозрения и тут ничего другого она просто не обойдется никак без этого нам не обойтись хотя соответственно в нашем обществе и западном тоже в этом смысле у нас отводок западного существует полное недоверие к экспертным процедурам например сколько я себя помню обсуждается вопрос что хорошо бы в Советском Союзе в России выделить группу самых удалившихся ученых начинают с этим разбираться постепенно выясняется формальные критерии ничего не работают возникает вопрос это нужно сделать экспертов но кто упирается в то что никто не берет на себя сменность выявить этих экспертов и сказать вот мы ему доверяем мы ему доверяем пожалуйста там при помощи своих друзей составь на список удалившихся ученых России проблема в этом есть в том числе это большая проблема национальной безопасности прошу не путать государства понять что происходит с мозгами нации что происходит их становится больше меньше в чем они нуждаются и так далее проблема не разрешается хотя на самом верху не буду ссылаться на самом верху уже эта проблема понята но она не разрешена где найдется такой эксперт который выберет других экспертов не по характеристикам не по средствам академии наук и прочее проблема не разрешается хотя это чрезвычайно важно что происходит с креативным потенциалом России он увеличивается уменьшается но никто же не может ответить спасибо за внимание спасибо за внимание